На данный момент в Тамбовской области подтвердились три случая заболевания коронавирусом. Первого заболевшего уже вылечили и выписали из больницы. Оставшиеся два находятся на стационарном лечении. Их состояние удовлетворительное. В Роспотребнадзоре заявляют, что ситуация более-менее стабильная, но работникам службы нужно быть на чеку. Контролировать реализацию всех мер противопедемических, которые принимаются и на федеральном уровне, и на уровне местных органов власти. Естественно, круг задач на каждом этапе расширяется. Вчера было принято постановление губернатора, где введен целый ряд ограничительных мероприятий, за неисполнение которых наступает ответственность в соответствии с кодексом за нарушение санитарных норм и правил. Поэтому привлекать к административной ответственности будут органы Роспотребнадзора. Меры по снижению рисков распространения инфекции ужесточаются за гражданами, которые находятся в изоляции на дому, а это более 450 человек, постоянно наблюдают. Причем медицинские работники заботятся не только об их самочувствии. Если они выявляют, что данный человек не находится по месту жительства, они сообщают нам, и мы будем принимать меры. К счастью, у нас пока таких случаев не было. Естественно, к этой работе будут привлекаться и представители Министерства внутренних дел. Жителям области старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, тоже лучше остаться дома. Этому их обязывает постановление губернатора Александра Никитина, подписанное 26 марта. Кроме этого, в правовом акте говорится о временном приостановлении работы предприятий, общественного питания, учреждений, культуры и отдыха. Тамбовчане в основном поддерживают такое решение. Потому что скопление людей, все равно идет инфекция, какая бы она ни была, ходят ОРВИ, грипп, все равно распространяется. Лучше отберетворачить сразу. То есть вы бы лучше дома сидели? Конечно. Ну, не совсем дома. Можно выйти, вот, группа, из четырех человек даже, да, семья, грубо говоря, вышла, погуляла, не контактировать ни с кем. Если контактировать на расстоянии, как и в очередях, и, ну да, вроде типа того. Самоизоляция – это один из путей прекращения распространения. Я согласна. Мы будем и дома сидеть, и гулять. Воздух еще никогда не был вреден. Я так считаю. И не надо пугать людей. Такое случилось в Ведеме. Но надо все закрывать, потому что могут заразиться невидные люди все это. Граждане могут помочь властям проконтролировать работу учреждений, если человек видит, что какой-либо ресторан или кинотеатр продолжат принимать посетителей, он может подать жалобу в Роспотребнадзор. Пандемия коронавируса существенно изменила повседневную жизнь людей. Но подобные меры сейчас нужны. Точно так же необходимы и наши серьезные отношения к ситуации. Весна сейчас в самом разгаре, и в теплую солнечную погоду, конечно, хочется отправиться погулять. Выходить из дома, как в некоторых странах, нам еще не запретили. Однако к этому стоит подойти с умом. Например, минимизировать контакты с людьми на близком расстоянии. А если уж хочется посмотреть фильм или отведать блюд из любимого ресторана, всегда можно заказать их к себе домой и усесться перед экраном ноутбука или телевизора. Так будет и уютно, и безопаснее. Теперь важным оружием в борьбе с коронавирусом стала наша социальная ответственность. Мария Шумикина, Михаил Мальцев, Александр Кобзарев. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова